Приветствую вас дорогие зрители, сегодня речь пойдет о китайском среднем танке 10 уровня 121. В начале 2013 года вышел новый патч 0.8.3, в котором добавили новую нацию. Это были китайские танки. Среди этих китайских танков был 121. Своей популярностью WZ-121 не может похвастаться, потому что многие игроки думают, что на этом танке невозможно будет результативно играть в плане эффективности в бою из-за углов вертикальной наводки и не очень хорошей подвижности в сравнении с другими СТ его уровня. Если вы еще не играли на этом танке, то вам должно казаться, что 121 является полной копией 62 или 140 и является полнейшим ущербным танком, но это на самом деле не так. У нас есть огромный разовый урон для среднего танка и хорошая броня лба корпуса и башни. Давайте подробнее разберем характеристики 121. Конечно же в первую очередь 121 обладает хорошими ходовыми характеристиками. Максималка составляет 56 км в час, а поворот корпуса 50 градусов в секунду. Во-вторых, орудие 122-мм, пробитие ББХ и 258 мм, а голдой 340 мм. Это у нас кумулятивные снаряды. Средний урон составляет 440 единиц. Для среднего танка это очень большой урон, тем более у нас максималочка может вылетать до 550 единиц. Скорострельность 6,25 выстрелов в минуту. Мы можем полностью свестись за 2,7 секунды. В плане стабилизации он хуже, чем советский СТ, но зато у нас огромный урон и это конечно радует. Что у нас с УВН? С углами вертикальной наводки у нас очень плохо, минус 3 градуса, а если орудие смотрит относительно корпуса в бок, то орудие может опуститься на 4 градуса. В плане брони могу отметить только лоб корпуса, который составляет 120 мм, оно еще находится под наклоном, что дает нам ну примерно миллиметров 240 приведенки. При правильном довороте он может выдавать рикошеты. Лобовая броня башни 240 мм, оно является обтекаемой, сама она круглая, под хорошим наклоном и снаряды часто рикошетят. Перейдем собственно к бою. Бой происходит на карте топ, стандартный бой. Наш герой с ником Мельшат в начале боя поехал на нулевую линию, но с нулевой линии особо подамажить не получилось. Еще противники закончились, поэтому он временно сменил позицию, поехал на центр, из центра он уничтожил таб КБ и Т-54, тем самым помог союзному льву. Видим, что наш герой снова поехал на нулевую линию и не стал ждать противников, так как времени все меньше и меньше, он решается поехать на Ягтигра и успевает кинуть пару плюшек. Вообще меня удивляет то, что он поехал на Ягу, вот посмотрите на мини-карту, на другом фланге были наши союзники, а именно Яга и Артафы В3805. Я бы на его месте поехал дефить базу. Ягу и Арту убивают противники, и Ильшат остается один против шести танков. Причем у них еще имеется артиллерия 212, и поэтому нужно играть более осторожнее и не стоять на месте. Существует очень мало карт, на которых на 121 можно без проблем занимать позиции и наносить урон. Это как правило городские карты, а городских карт в сравнении с количеством открытых карт очень мало в игре. Да, это все из-за УВН. Именно на городских картах мало различных холмов, пригорков, которые мешали бы нам играть. А вот на открытых картах, как топ, нужно подбирать специальные позиции, с которых можно будет удобно наносить урон. Конечно, опытному игроку 121 будет приносить удовольствие. Я сам пока не выкачал этот агрегат, но я думаю куплю его в скором времени. У меня на данный момент есть 113, который является по сути похожим на 121, ведь у него тоже нет УВН. 113 выделяется среди остальных, как и 121, дамажным орудием. На 9 уровне перед 121 находится ВЗ-120, и те, кто научился играть на 120, я думаю, что у них не должно возникнуть проблем с УВН на 121, потому что они уже должны были привыкнуть к игре без УВН, пока проходили его предшественника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом на сегодня все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также можете написать свое мнение об этом танке в комментариях. Пока-пока!